Собственная линия продукции на почётном месте в студии Натальи Рябиновой. На полках крема, тоники и сахарная паста для депиляции долго не задерживаются. Спрос шагнул дальше Ульяновской области. Есть запросы из Кореи, ближнего зарубежья. Всё дело в технологии изготовления. Три года назад Наталья исполнила не только свою мечту, но и всех девушек. Безболезненно прощаться с нежелательными волосами на теле. Вы знаете, полгода неудачных тренировок, экспериментов. Мы с мужем вообще уже отчаялись, если честно, что у нас получится действительно продукт, который вот наносишь, срываешь и на коже нету болевых ощущений. Это 600 килограмм потраченного сырья, всё, но мы всё-таки это сделали. Я вот не соврать, я плакала от счастья. От счастья плакали и другие мастера. С уходом ведущих европейских брендов у них осталась качественная альтернатива. Так Мария Петухова при работе использует только продукцию рябиновой. С Натальей девушка познакомилась в учебном центре. От неё научилась сладкому промыслу. И вот буквально пару месяцев назад я начала сотрудничать с Натальей не только как мастера, но и как партнёр. Я начала открывать города и езжу с мастер-классами. Была где же королева, сегодня я на чемоданах, сегодня я еду в Пензу. На деловых встречах Мария рассказывает и о линии уходовой косметики партнёра. Её пока что производят по контракту на заводах области. В планах создать собственное производство. Уверенности придаёт обратная связь с клиентами. Последние полгода я уже пользуюсь данной косметикой. Она просто очень подходит к моему лицу, к моему типу кожи. То есть если раньше у меня было очень много крещей, то сейчас они как-то, их стало меньше. У компании 64 дистрибьютора в городах России. Есть партнёры в Белоруссии и Казахстане. В месяц собственного производства Натальи уходит 8 тонн сахарной пасты и фитосмолы. Как только появится возможность самостоятельно выпускать косметику, охваты удвоятся. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Улл Правда ТВ.